Посмотрите, этот видеоролик был снят на кухне обычного ресторана. Сейчас повар создаст пекинскую капусту из химикатов. Видите этот половник? В нём парафин, гипс и краска, и немного специй для аромата. Посмотрите, пару милых движений капуста готова. Сейчас повар её разрежет, и вы убедитесь, что она хрустит, как свежесорванная. Видите, на первый взгляд она ничем не отличается от обычной, той, что растёт на грядке. Но на самом деле, эта капуста полностью искусственная. Вот посмотрите, эти фотоснимки выложил в сеть обычный покупатель. На них сваренные вкрутую поддельные куриные яйца, полностью изготовленные из химических веществ. Секрет их прост. Производство очень дёшево, а срок хранения не ограничен. В некоторых городах фальшивые яйца лежат на прилавках магазинов уже несколько лет. В июне 2010 года эксперты исследовали фальшивку, но не смогли до конца определить её химический состав. Выяснили только, что в таких фальшивых яйцах присутствуют химические порошки и бензойная кислота. Из этой кислоты образовывается бензол, вещество, которое провоцирует рост раковых клеток. Учёные говорят, если съесть нагретые продукты с содержанием этой кислоты, онкологическая атака на организм обеспечена. Скорлупа состоит из смеси карбоната кальция, парафина и гипса. Для желтка и белка используется желатин и красители. А вот посмотрите, как такие яйца изготавливаются. Углекислый калий растворяется в тёплой воде до тех пор, пока не получается вот такая белково-подобная масса. Помешивая, в неё добавляют желатин и другие химические вещества. Полученная смесь будет заменять белок. Для желтка используется точно такая же кашица, но с добавлением лимонной кислоты и жёлтой краски. К тому же в таком продукте содержатся вещества, способные нанести серьёзный урон здоровью. Посмотрите, как мясные отходы, пролежав в обычной целлофановой плёнке, превращаются в мясную вырезку премиум-класса. Вот он, элитный стейк. Видите, как повар склеивает кусочки мяса при помощи крахмала и химикатов. И вот результат. Можно жарить. Но это, говорят исследователи, еда для богатых слоёв населения. А вот то, что тоннами поступает для бедных. Посмотрите, этот человек сейчас создаст стейк из химикатов. Вот он выливает в воду готовый подкрашенный раствор. Сначала белый. Он будет имитировать жир. А затем и красный, который по своему цвету...